Девушки отдыхают 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 совсем расслабиться не получается. Хочется чем-то заниматься. Хочется чем-то заниматься, конечно. И поэтому возникла такая мысль, что нужно что-то, что позволит иметь свободное время, планировать свое время и руководить бизнесом так, как ты считаешь нужным. Да, без каких-то уже там наводок и рекомендаций. Поэтому возникла мысль, что мы можем делать что-то, что мы можем вообще делать семьей дома, назовем это так. Отлично, хобби-работа, два в одном. Да, да, и где можно задействовать тех, тех, кому ты доверяешь, в ком ты уверен, и знать, что если там есть какое-то задание, то оно точно будет выполнено совместными усилиями. То есть у вас дома цех? Да, у нас семейный подряд, в прямом смысле. Поэтому возникла мысль первая, это делать маршмеллоу. Вот я принесла тут несколько образцов. То есть вы сами маршмеллоу делаете? Да, мы делаем маршмеллоу сами. Это сложно? И насколько я знаю, это не очень сложно. Там есть свои технологические моменты, которые нельзя нарушить. Потому что если ты их нарушаешь, то продукт не получается. Боже, друзья, это же те самые вкусные штучки, которые вы добавляете в какаушку и пьете потом его. А у нас еще есть большие, которые можно жарить на костре. Да, 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 это очень вкусно. То есть вы, получается, а с чего начали это? С маршмеллоу или с пряник? Начали с маршмеллоу, на самом деле. Пряники потом плавно подсоединились. Потому что маршмеллоу, насколько я знаю, из исключения нескольких мест, никто в Самаре не производит. Штучный кондитер с нами для себя. Прочитав то, что есть состав, который продается сейчас в магазинах, я не проникла, потому что я очень радуюсь за здоровое питание, за правильную еду. Красители – это не страшно. Здесь вот тоже есть пищевые красители. Это как раз в этом нет ничего страшного. Там есть другие консерванты и стабилизаторы, большое количество крахмала, которые… Ну, не хорошо для нашего организма. Не есть хорошо, и самое главное – забивает вкус. Поэтому было принято сначала решение делать маршмеллоу. И очень быстро мы нашли канал его сбыта. Затем постепенно, в преддверии Нового года, мы занялись пряничными домами, подумав, что это прекрасные подарки. Они за собой потянули просто расписные пряники, вот как здесь я принесла просто такие пряники с пожеланиями. Красивые. За этим пошла серия таких вот уже по русским традициям печатных пряников. Но в данном случае это не печатные пряники, а пряники с начинкой. Потому что мы сейчас тоже планируем сделать свою серию печатных досок с видами Самары. Вот это производство у вас, казалось бы, начиналось все так вот дома, вечерком, люди сидят, я даже не представляю, как это делать, но мне так вытягивают маршмеллоу откуда-то. Из кондитерского мешка. Маршмеллоу, что в основном состав? Это что? Состав – это сахар, вода, лимонная кислота и желатин. И волшебный ингредиент. И, ну, конечно, любовь, безусловно. Волшебный порошок и любовь. Отлично, потому что я даже не представляю, как их руками делать, но, видимо, это действительно кропотливый труд. Я вам потом расскажу. Отлично. Друзья, у нас вкусная тема сегодня в эфире. Звоните нам, 202-11-22. Ждем ваши подписи к фотографии. Кстати, мне кажется, вот, Мария, если вы смотрите на эту фотографию, какие эмоции вызывает у вас это? Ну, не скажу, что очень веселая, но весьма занятая девочка. Сначала меня вызвало это, конечно, очень большое удивление. А потом первая фраза, которая появилась в голове – это «объелось». Мне кажется, пока не даешь, не пойдешь гулять. Вот у меня приблизительно так же было. Ну, друзья, звоните. 202-11-22. Какую подпись вы придумаете к этой фотографии? Билеты в театр вам гарантированы. Ну, кстати, насчет более детального и близкого рассмотрения ваших пряников. Давайте посмотрим фотографии сейчас. На экране мы их увидим. Вот эти так называемые пряничные домики. Да, это очень большой пряничный дом. Очень большой? Ну да, он вот такой, без преувеличений. Огромный. Действительно большой. И сколько же времени уходит на такой домик? Ну, вот такой дом, он действительно затратный. По сути, это вот на день один дом, чтобы начать с процесса выпечки и всего остального. Дом за день. Дом за день, да. Это, вы так понимаете, такие сувенирные? Это всякие развлекухи, да. А кто обычно заказывает эти пряники? Для какого случая, к какому случаю? Ну, понятно, сердечки — это Валентина в день. Не только, это и какие-то признания в любви. Ну да, но как ни странно, в основном Валентина в день, потому что даже когда дарят друг другу пары, как ни странно, к сердечкам они пока не прибегают. Угу. Ну, пожалуйста, я так понимаю, влог. Это очень распространено для детей, понятно, да, на детские дни рождения. Домики — это какие-то тематические, либо это Новый год, либо это какой-то символизирующий что-то собой подарок, например, да, можно сделать там в корпоративных цветах, написать название. Да, потом вот, пожалуйста, матрешки, или я люблю Самару, или что-то еще. А что за глазурь? Глазурь — это вот что-то съедобное же, да, получается? Да, конечно, вообще все съедобное. В пряниках что хорошо, все съедобное, все натуральное, очень долго хранится. Я всегда очень расстраиваюсь, когда я вижу у кого-то пряники, которые не съедены до сих пор. Это очень жалко вообще, как такое повесить куда-нибудь. Он долго, кстати, может висеть? Он очень долго может висеть. Там же, в принципе, крутое такое тесто, да? Там мало того, что крутое тесто. Там в составе мед и очень много специй, которые выступают естественными консервантами. Поэтому совершенно не страшно, что он находится. Ну, я ела точно годовой пряник, прекрасный вкус. Ну и как? Да все хорошо с ним. Главное его держать, не допускать соприкосновения с водой, да? То есть ему нужно сухое помещение. Ну и понятно, что пряник он хрупкий, он боится. Ну вот получается, что тесто, мед, корица, там, наверное, какие-то еще специи. Кто это все расписывает? Расписываю я, еще есть у меня человек, это же семейный подряд. То есть совместно мы все это делаем. Общие люди сидят в цеху дома и расписывают пряники. Примерно так это и выглядит. Ну, вот вообще, получается, что у вас какие-то формы есть, да? Тут и самолеты, и цифры. Здесь опять-таки интересно, потому что часть форм, конечно же, заказывалась, а часть форм мы теперь научились делать сами. Еще раз, это семейный подряд. Муж занимается рекламой, поэтому у него большие возможности, и часть форм он просто делает сам. То есть вот нам захотелось делать лампочки. Есть у нас малыш, который с ума сходит по лампочкам, знакомый. Мы ему сделали вот такой набор лампочек. Формочку лампочки заказывать и ждать нет времени. Пожалуйста, один день у тебя есть почти любая форма. А в качестве бомбоньерок на свадьбу годятся пряники? Конечно. Но, как ни странно, пока на бомбоньерке берут активнее маршмлоу. Не знаю, с чем это связано. Пряники больше идут на сладкие столы. То есть они как-то лежат, да, там что-то такое красивое. В тематике их можно стилизовать, как удобно, да, там, может быть, какие-то формы им придать интересные. Ну, а вот самый большой пряник, который вам удавалось выпить? Пока из самых больших, которые мы делали, это было большое сердце, где-то, ну, вот размер так странно понять, но около 26-27 сантиметров. Оно было съедено? Я надеюсь. Мы делали его в подарок, как альтернатива торту. Он был вот такой толстый, там было много вкусной начинки. Запись определенная, надпись, которую нам попросили сделать, и мы его расписывали сверху. Но это была другая роспись, более характерная для народных промыслов, такая точечная. То есть там были красивые точечные рисунки, не так вот, как здесь глазурью залито все. Понятно. А устраиваете ли вы какие-то мастер-классы, вообще как-то вот научиться? Вообще мы устраиваем мастер-классы, проводили несколько, но, честно, это не является нашим основным профилем, потому что мне интересно само производство. То есть в моих планах все-таки выйти на большое производство. Цех открыть большой, какой-нибудь сухи недома. Конечно, завоевать, как я называю, Самару, вообще быть поставщиком по Волжью, Маршмеллоу единственный. Да, и спокойно уже дальше. Такой Чарли и шоколадная фабрика. Да, а потом уже там, ну, там на самом деле планов очень много, из-за того, что я сфера питания сама, последние пять лет работы, планов громадью. У меня вот такой вопрос наверняка сейчас, и многие его зададут. Соседи вам ничего не говорят по поводу постоянных запахов этих вкусных, обалденных? Нет, ну это же все днем тихо. Не стучатся в ночи, говорят, опять пекут. Нет, днем, печется все днем, чтобы никого не напрягать, поэтому практически никого не дома. Ну, наверняка соседи, да, в курсе, что вы делаете такую вкуснятину? Если честно, не знаю. Вот как интересно, друзья. Живете, вы живете, пахнет пряниками, днем к вечеру приходите, откуда запах? Каждый день. А вот, может быть, удивительный мастер, хозяйка пряничной, там, выпиливает пряники, как, я не знаю, они наверняка как-то там формочками выдавливаются из теста, либо сидят всей семьей и делают тысячи, миллионы маленьких маршмеллоу. Вот, собственно, наверное, и так. Спасибо большое вам, Мария, за такой удивительный рассказ, вам процветание, вкусной, сладкой жизни. А на что вы хотите-то замахнуться в ближайшем будущем? Ну, из ближайших будущих я, конечно, хочу замахнуться. У меня есть такая мечта все-таки иметь пекарню свою, иметь хорошую школу, обучающую в Самаре. Потому что есть уже вопросы, мне звонят там знакомые, говорят, Маша, где можно научиться готовить, не печь, готовить? Как в Москве, например, есть очень хорошая школа. Я говорю, вы знаете, пожалуй, почти нигде, чтобы ты пришел, и у тебя был курс, допустим, рассчитанный на месяц или два, и не онлайн-курс, а именно живой, где ты можешь прийти, посмотреть, шеф-поваром очень грамотным, попробовать продукты, на вкус, на запах, узнать тонкости, чем отличаются, да, какие-то вот такие моменты, которые ты никогда не узнаешь, читай книги, только опытным путем. И когда ты этим занимаешься шефом, это, конечно, совсем другое. Ну вот, друзья, готовьтесь, записывайтесь, мне кажется, уже пора. Спасибо большое. А вам, друзья, напоминаю, телефон прямого эфира 202-11-22. Вдогонку задам еще один вопрос. Я думаю, что милые и прекрасные дамы, да и не только хотят получить в качестве подарка себе сертификат на 1000 рублей в кабинет красоты Татьяны Храмовой. Смотрим на сейчас экран. Это кадр из какого-то фильма очень вкусного. Если угадали, звоните, 202-11-22. Ну а мы с вами встретимся здесь уже совсем скоро, через пару минут, и расскажем о том, какие вкусные мастер-классы от удивительного повара Максима. Я думаю, что сейчас нам совсем скоро расскажет об этом хозяйка лавки пекарни. Не переключайтесь. Спасибо за покой и порядок в Самарских дворах. Встреча с блогерами началась с благодарностей. Сейчас в рядах добровольной дружины Самарской области более 3,5 тысяч человек. В ночном патруле принимают участие 600 добровольцев. Первые итоги радуют. Во время ночных рейдов задержано 84 водителя, управляющие автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Блогеры признались, за действиями главного полицейского области следят пристально. И поинтересовались, на какие средства полиция планирует закупить мотоциклы иностранного производства. Вообще, МОС Владовников хочет, чтобы те, кто к мотоциклам БМВ оплатили из бюджета Самарской области, а не за счет одного ведомства, если марка и конструкция транспортных средств закреплены на уровне стандартов Министерства внутренних дел. Ежегодно органы внутренних дел Самарской полиции собирают свыше миллиарда средств со штрафов. И почему бы нам по программе софинансирования часть этих средств не используют, так это делается в любых регионах из практики, не используют для построения уотрезвителей. Они же тоже строятся на эти средства. Для постановки стационарных пунктов полиции, вот эти вот, которые сейчас мы предлагаем, и нашли поддержку у правительства, и в том числе и на приобретение техники. Создать большие пункты полиции в Крутых Ключах и Южном Городе. Выйти с законодательной инициативой, пожизненно лишать нетрезвых водителей прав. Расширить электронную базу украденных велосипедов. Предложений у блогеров к полиции много. Сергей Солодовников пообещал их детально проработать и в дальнейшем оставаться на связи с Самарским интернет-сообществом. Ну что же, продолжается наш вкусный эфир. Друзья мои, звоните 202-11-22. Мы для вас загадали сейчас кадр из одного очень вкусного фильма. Если вы узнали, что это за актриса, что это за фильм, позвоните 202-11-22. Сертификат на 1000 рублей в кабинет красоты Татьяны Храмовой вы получите. Ну а я с удовольствием представляю вам нашу следующую гостью. Это Юлия Кузнецова, хозяйка лавки-пекарни. Здравствуйте, Юлия. Я так понимаю, вкусная жизнь нас всех сопровождает, но тебя особенно, потому что у тебя сбылась мечта. Помнишь, мы несколько лет назад, года два назад, говорили о том, что вы хотите открыть свою лавку-пекарню. Два года прошло. Расскажи, что изменилось за это время. Да, действительно, знаете, есть такое выражение «бойся своих желаний». Они имеют свойство исполняться. Я счастливый человек, в моей жизни сбываются все мои желания. Но это благодаря людям, которые меня окружают и поддерживают, моим партнерам и друзьям. В зимой мы объединились с вегетарианской кухней «Век Гоу». Это позволило нам открыть производство. Цех. Цех, да, оборудованный, оно большое. Там куча холодильничков. Я была там. Всяких шкафчиков, печь, плита. В общем, родной дом, я так понимаю. Это родной дом. Там все своими руками сделано. От штукатурки до покраски. Все мы делали сами. Вкладывали туда любовь. И продолжаем еще пространство обживать. И, да, этот дом, это действительно большое счастье. Иметь место, которое ты не считаешь местом работы. Это не то, что ты утром встаешь, и тебе надо куда-то тащиться. Ты встаешь и на кухоньку, на кухоньку. Вот как надо девушке как-то так настраивать себя на кухоньку. В общем, этот труд, это любимое дело. И это совершенно другой опыт жизненный, вот другого уровня. Я благодарна пространству, что мне такие возможности дают. Это уже позволило войти, как говорится, в свое пространство этим желанием. Я стараюсь, да, не закрываться. Но тут еще такое дело, что, конечно, с точки зрения уже нашего роста, это пространство дает новые возможности нам. Печь в большом количестве уже, в промышленных масштабах. И вегетарианская кухня Вегоу, и мой напарник, и друг Максим Объедков, он мастер индийской кухни и сладостей индийских, в том числе сыроедческих, без термической обработки созданных, уникальных, я считаю, сладостей. Мы недавно друзьям возили в Москву в подарок, и люди, которые посещали кафе в разных точках Москвы и в разных странах мира, сказали, что такого мы нигде не ели. И это правда. Я горда тем, что я с таким человеком дружу и вместе с ним работаю. Ну, сегодня вот что вы можете предложить людям, которые к вам приходят, что-то там заказывают у вас? Какой ассортимент? У нас большое количество хлеба на закваске, более 10 видов разных видов хлеба. А у нас очень много пирогов. Я пеку коврижки, по-прежнему мягкие пряники. Те самые легендарные коврижки. Да, да, легендарные коврижки. И мы постоянно расширяем ассортимент выпечки. И у нас большое количество конфет, разнообразная карта, очень большая, широкая. И мы постоянно тоже это все обновляем. И сейчас будем тарталетки еще делать. Есть у нас проекты, сейчас пока не могу сказать, потому что... Это те самые желания, которые должны сбыться. Да, да, мы сейчас работаем. Я надеюсь, если все сложится удачно, через несколько месяцев у саммарцев, итальятинцев, будет возможность видеть на прилавках многих магазинов наши товары. Я верю, что все получится. Вот видишь, как хорошо. Но мы раз уже заговорили про Максима, к сожалению, он не смог попасть к нам на эфир. Не в Самаре сейчас, но мы его сейчас увидим на фотографиях. Давайте посмотрим. У вас, я знаю, проходят очень крутые всякие мастер-классы для детей и взрослых. Да, он делал мастер-класс по изготовлению конфеток. Это когда конфетки руками катаешь из разных ингредиентов. И вот с детками они занимались. Дети в восторге от таких мастер-классов, когда и своими руками могут сотворить вот такое сладкое чудо. А это наша школа кулинарная. Что за школа? Арт-студия «Улица Искусств» называется на Ленинградке. Есть такое прекрасное место. Там оборудована кухня. И мы там проводим занятия по индийской кухне, например. Вот последнее занятие было по сыроедческой кухне. Мы там готовили четыре блюда разных сыроедческих. Сладости, напиток, сыроедческий борщ и паштет. А кто вот люди, они приходят к вам, они этим увлекаются? Сами, да, кушают такую еду, которую сложно пока найти? Да, люди самые разные на самом деле приходят. Ну, мы вот мясо не употребляем в пищу, но мы не какие-то там оголтелые вегетарианцы, их там ненавидящие мясоедов. Вовсе нет. Просто мы хотели показать альтернативу, что можно питаться по-другому. Кстати, для себя кто-то открывает, удивленные. Да, к нам ребята приходят, которые мясо постоянно едят. Приходят на мастер-классы мужчины, ребята, мясоеды. И просто потом трескают вегетарианский сыроедческий борщ и говорят, о, это интересно. Вот иногда можно таким себя побаловать. И конец для разнообразия. Да, это просто люди с широкими взглядами, открытые миру, им хочется что-то новое узнавать. Мы с ними обмениваемся информацией. Это интересно. Детки, наверное, когда это все делают, ведь это еще многие мамы скажут, вот конфеты, конфеты. Но я так понимаю, это определенные конфеты, это ничего такого там аллергического, шоколадного, да, такого? Конечно. Вот Максим делал это сыроедческие конфетки, они без термической обработки из ингредиентов. Там курага, сухофрукты самые разные, там изюм, орешки. Там максимум, что может быть, это мед из такого вот сладкого. А так сами продукты, например, финики, инжир, они сами по себе сладкие. Сахар никакой не нужен, естественно, никаких аллергических реакций у детей не будет. И вообще-то просто интересно пальцы потом облизывать. Главное, свои облизывать, чтобы своих хватило. Иногда так вкусно увлечешься и до соседа доберешься. Друзья, 202-11-22, давайте звоните нам, задавайте свои вопросы, отвечайте на наши. Разыгрываем мы сегодня сертификат на 1000 рублей в салон красоты Татьяны Храмовой. И я думаю, что многие барышни и не только захотят себе такой подарок сделать, отгадав всего лишь навсего, что за вкусный фильм. Хорошо подскажу, Юлиет Бинош. Мы загадали вам, звоните. 202-11-22. Смотри, Юль, вот ты, как говоришь, на кухоньку, на кухоньку, да? Вот в ближайших планах где вас можно будет встретить? Может быть, вы уже какие-то мероприятия готовите? Есть у нас проект. Мы надеемся, это будет главное событие лета. Давай расскажи. Для всех любителей. Ой, не могу рассказать еще пока. Можешь, это секрет? Это тоже в разработке. Сейчас вот начали осуществлять. Это будет потрясающее место. У меня очищается сердцебиение, когда я об этом говорю. Где нас можно будет видеть в ближайшее время? Это, конечно же, фестивали, на которые мы ездим каждый год. Это уже стала традицией. Нас там ждут, у нас там друзья. Юля, главное, по кухоньке выяснили. Да, да. Мы едем командой большой. И первый фестиваль – это духовного творчества и народных традиций на турбазе Лиман под Тольятти. Следующий за ним – это барабаны мира. Мы там будем сначала всю неделю. Приезжайте, барабаните. Друзья. Конфеты кататься. И потом в две последние недели Юля – это «Трезвая Россия» и «Протока» два фестиваля подряд, и мы тоже там будем. И мы, друзья, мы ищем волонтеров. Я хочу обратиться ко всем, кому это интересно, кто хочет в команде поработать, потрудиться с нами. Попробовать. Плечом к плечу, поучиться. Просто на фестивале потусить, побарабанить, поводить там хороводы, где что будет там. Мы в разных фестивалях разные. Это возможность пожить в нашем лагере, в нашей команде с трехразовым питанием. Вот это самый главный. Помогать нам. Бесплатно, естественно, мы оплачиваем проход на все фестивали. Кому это интересно, адекватные люди с широкой душой, с руками, которые растут откуда надо, пожалуйста, пишите, звоните, присоединяйтесь. Приходите. А у нас есть телефонный звонок, давайте, принимайте. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Юля. Юля, очень приятно. Юля, вы какое творческое задание выбираете для себя сейчас? Я сейчас в данный момент сижу в декрете и вижу. А, ну вы занимаетесь творчеством тоже. А я имею в виду вот наши вопросы. У нас два сегодня вопроса. Либо забавная подпись к фотографии, либо ответить на вопрос, что же за кадр из фильма мы загадали. Что за фильм? Вот я хочу ответить кадр из фильма. Ну, угадали. Да, это фильм «Шоколад». Смотрели. Ну так, мельком. Понятно, обязательно посмотрите. Ну, очень смотрела. Прекрасный дуэт Джонни Деппо, Жильет Бинош. Для всех влюбленных в сладости. Спасибо большое за звонок. Ну, а что касаемо замечательного нашего конкурса, фото конкурса «Придумай», надпись к этой фотографии. Юля, у тебя вот что в голове рождается, когда ты смотришь на эту фотографию? Ой, ну что мне рождается. Я бы этого ребенка вот взяла бы на мастер-класс к Максиму по конфетам, чтобы у него лицо стало более благостным. Так скажем. Ну, спасибо, спасибо. Что ж, если мы выяснили, что много-много новых проектов, мастер-классы продолжаются, кулинарная школа работает, фестивали будут, что-то там таинственное открывается, от чего у Юли сердце бьется. Искренне желаю, чтобы все сбылось. Вот видишь, время прошло, спустя годы, как говорится, говорим о том, о чем мечталась. Будем надеяться, что спустя какое-то время встретимся и будем уже говорить о чем-то другом. Искренне в этом мире. Благодарю тебя за приглашение, за то, что таких людей интересных приглашаешь на эфиры. Все мы коллеги. И надеюсь, вместе когда-нибудь будем делать какие-нибудь проекты масштабные. Надо фестиваль еды сделать в Самаре, почему нет? Например. Бросить вызов Михалкову как раз-таки по поводу здорового питания. Посчитать, что вызов уже брошен. Отлично. Спасибо большое, Юля. Впереди у нас еще не менее интересные, забавные ребята из Смузичной, сеть баров. Я думаю, что интересно будет вам послушать, что они расскажут. Может быть, у них будет свой вариант забавной подписи к фото, почему нет. Смузичной – это новый проект, который захватил уже сердца многих самарцев. В чем он заключается, мы узнаем уже через пару минут. Не переключайтесь. Никита Рузавин уже в предвкушении. Он один из десяти победителей конкурса «Моя семья» в летописи Великой Отечественной войны. В качестве поощрения мальчик отправится в автопробег, посвященный юбилею Победы. Дедушка воевал. То есть он прошел всю войну, до самого Берлина, до захвата его. То есть у него много орденов, у меня все. Бабушка показывала, то есть я как-то этим интересовался, когда было там лет семь, восемь. Это интересно все было, потому что потом задавался вопросом, почему война началась. Дорога предстоит неблизкая – 870 километров. Остановки каждые три часа, а между ними разве что пейзаж за окнами. Основная нагрузка, конечно, на водителя. Задача для 15-летних подростков – беречь нервы себе и окружающим. Лично у меня такие требования, что в машине, во-первых, не кричать, желательно не кушать, потому что это все опять отвлекает. И постараться, грубо говоря, сидеть тихо, спокойно. Потому что, когда начинается, один там открыл чипсы, другой в воду, на кочку наехали, на препятствия все это провелось. Это тоже нервоз. Это все нервы. Поэтому остановились в специальном месте, там перекусили, попили, поехали дальше. Совсем скоро ребята увидят родину-мать, прогуляются по Мамаеву кургану. А пока главное – соблюдать правила безопасности в пути. С ребенком ничего, фу-фу-фу, не может. Не должно быть. Вот. Поэтому у нас идет очень отбор, обучение, сильное, пристальное такое. Мы отправляем куда можно на какие-то повышения квалификации, курсы. Вот. Но и автомобили. Если вы посмотрите, вот то, что у нас сейчас вот стоят, это часть учебных. Ну, я не знаю, в каких автошколах вы еще увидите такие автомобили. Перед стартом своего путешествия ребята почтили память ветеранов и возложили цветы к триумфальной арке на аллее трудовой славы. Субтитры создавал DimaTorzok легкого загара. Летняя такая очень удивительная звонкая комедия, которая, ну, равнодушных точно не оставляет. Давайте звоните. Ну, а я вам представляю наших следующих гостей. Это сооснователи сети смузи-баров смузишная Антон Кошелев. Здравствуйте. И Артем Кириллов. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Вкусная жизнь. Как-то вокруг вас, я так понимаю, вертится каждый день. Что-то готовите, что-то делаете. Как вообще родилась идея вашего вот этого замечательного проекта? Раз вы сооснователя. Антон, давай, с тебя начнем. Ну, вкусная жизнь не то, чтобы вертиться вокруг нас. Скорее, мы ее стараемся вертеть. Мы вокруг себя. Да, как это хорошо. Вокруг себя. Как вообще появилась идея? Она появилась, не сказать, что довольно случайно, но и не то, чтобы мы над ней как-то специально думали. Так получилось то, что я однажды начал дома готовить смузи. Как-то ко мне в гости зашел Артем, я его угостил. Взял с него деньги. Денег пока еще не брал. Ему понравилось. И поскольку у нас на тот момент уже были свои какие-то небольшие предпринимательства, то возникла шальная мысль не сделать ли из смузи какой-то бизнес. Но мы решили на тот момент, что пока еще не совсем к этому рынок российский готов, но тем не менее предоставилась хорошая возможность это протестировать. То есть вот, грубо говоря, через две недели после того, как эта мысль возникла, это должен был быть ресторанный день. Это, кто не знает, такое событие для гастроэнтузиастов, когда любой желающий может что-то приготовить и попытаться это продать или угостить. И это для него будет совершенно бесплатно, не считая затраты на продукты. И мы, собственно, выступили вот с таким тестированием, готовили смузи, придумали такую серферскую концепцию. И нас поразил тот эффект, который это мероприятие имел. У нас там была самая большая очередь. Я тоже стояла в очереди. А, отлично, да. Я помню. Значит, заявление не голословное. И мы поняли, что этот формат как минимум интересен. И решили в эту тему углубиться. А углубиться на сколько? Вы черпаете какие-то рецепты? Как это все создавалось? Ваше меню кто разрабатывал? Пробовали вы, тестировали, проработки какие-то делали? Ну, рецепт у нас изначально как бы наши все. То есть, те смузи, которые мы пили еще до всего основания. До дня Икс. Да, до дня Икс. У нас там были какие-то идеи. Мы потом их просто собрали в кучу. Там попробовали разные ягоды, разные сочетания и остановились на 45 вариантах, которые вот мы сейчас предлагаем всем самарцам. С ума сойти. Ну, у вас йогурт там в основе молока, йогурт? Нет, йогурт мы не используем. У нас там ягоды четыре вида, и вы можете быть любые. И есть сок или молоко. То есть, мы используем из молочного обычное молоко. Понятно. Ну, а какой-то самый невероятный рецепт у вас есть? Вот сейчас жарко, да, лето. Вот чем охладиться? Ну, мы бы рекомендовали взять хороший спелый банан. Так. Черную смородину, желательно замороженную, похолоднее. Записывайте, друзья, записывайте. Помедленнее, пожалуйста. И залить все это ледяным персиковым соком и перемешать. Да, и вы будете приятно удивлены. Чем же интересно? Вкусом. Вкусом? Ну, на самом деле, вот смузи – это такая тема, которая действительно вот пока продвигается потихонечку, но тем не менее, вы уже открыли несколько точек по городу. Что люди говорят? Ну, некоторые люди о нас знают, то есть, где-то так или иначе слышали о смузишной. Вот, а кто-то, кто сталкивается с этим впервые, ну, реагируют все довольно похожим образом. То есть, некоторые даже не знают, что такое смузи в принципе. Да, кстати, расскажи, что такое смузи, если… Смузи – это такой очень густой, фруктово-ягодный коктейль. Вот, он должен быть обязательно густым и обязательно холодным. И само слово смузи происходит от английского smooth, который, ну, это переводится как гладкий и мягкий. Это свойство, консистенция напитка. Вот, и многие люди, которые даже не знают того, что это, пробуя, ну, вот наши смузи… Ну, коктейль называют, как бы так, если кто не знает. Да, называют коктейль. Густой. И им, ну, как правило, нравится. То есть мы специально подбирали такие ингредиенты, которые, ну, как ни смешивай, в любых комбинациях все равно получается вкусно. Вот, поэтому реакция, ну, слава богу, нам это очень нравится и очень приятно. Положительно, потому что мы старались. Ну, я знаю, что это, во-первых, полезно, да, потому что это все-таки фрукты, ягоды, молоко и сок не так уж прям ударит по тем, кто там худеет или ведет какой-то здоровый образ жизни. Для перекуса достаточно нужно какой-то такой вот выпить смузи. Скажем даже больше. У нас, мы не используем сахар. Так. Вообще. То есть это такой диетический напиток. То есть питаясь смузи, вы, скорее всего, похудеете, а не поправитесь. Вот. И им, конечно, можно перекусить. Нет, ну, если им, конечно, там, картошка фри и огромный гамбург не запивать. Если не запивать, да, там, жареную курицу или, там, шашлык им, то, да, это диетический напиток. Так и летом вообще прекрасно, мне кажется. Прекрасно, да. Это такой легкий перекус. После него не будет ни тяжести. Ну, здоровое питание, очень полезно. Ну, вы пока только на фруктах, ягодах специализируетесь. Ведь есть любители положить туда всякие пророщенные, как они называются, ростки, пшеницу, насыпать туда чего-нибудь еще и сельдерейчка, и сок какой-нибудь, не знаю, томатный или еще что-нибудь. Этим занимаетесь, экспериментируете? Ну, мы сейчас углубились именно во фруктово-ягодную тему. Вот, а вообще, да, есть в планах расширить ассортимент и предложить что-то и любителям овощных смузи, и любителям не очень сладких смузи, потому что, несмотря на то, что мы сахар в смузи не добавляем, и в соках у нас его не содержится, а тем не менее, ну, сами смузи получаются такие сладковатые, умеренно сладковатые. Вот. Ну, да, есть в планах расширить несколько ассортиментов. Ну, вот многие повара, да, как бы, не скажу, что повара кулинаровы, да, как вот любители. Гастроэнтузиаст. Гастроэнтузиаст. Да, по обзованию вообще не повара. Ну, вот, видишь, тем не менее, многие тем, кто увлекается, куда-то, если едут какие-то города, страны и так далее, стараются зайти, куда-то что-то попробовать. Сравнивали ли вы какие-то такие вот моменты, наши, ваши смузи и где-то в других местах и что-то для себя, допустим, какую-то идеальную формулу выводили? Ну, я вот практически во всех местах, где бываю, если вижу в меню смузи, я обязательно пробую. Вот. И в некоторых заведениях нравится, в некоторых не очень. Что-то выделить для себя. Ну, да, отмечаешь какие-то моменты. Вот. Но, тем не менее, вот у нас есть наши такие устоявшиеся рецепты. Самое главное, что они нравятся нашим посетителям и нравятся нам. Вот. И как-то вот у нас так получилось удачно с первого раза найти вкусные комбинации. Вот. И мы пока, их к тому же 45, то есть это довольно много, поэтому мы придерживаемся пока их. Угу. Ну, у меня такой вопрос. Смотрите, сейчас мы будем смотреть ваши фотографии. Вы участвовали в каком-то чемпионате. Рассказывайте, что это было? Так, ну... Посмотрели друг на друга. Да, в каких только чемпионатах мы не участвовали. О, это кофейный какой-то. Это кофейный чемпионат, да. И мы там были скорее как гости, а не как участники. То есть мы не соревновались, мы просто... Обеспечивали перекусы для участников. Да, обеспечивали разнообразие для кофеманов. То есть они у нас кушали, уставшие от вкуса кофе у нас находили... Приют. Приют, да. Понятно. Ну, а... То есть вы сами готовите, да? Как это называется? Человек, который готовит смузи? А, смузиста. Это... Сами придумали. Как смузишное, да. Это слова, которые придумали мы сами. Соответственно, смузист по аналоге из Бориста. Бориста, да. Да, это тот, кто делает смузи. Ну, а у вас есть какие-нибудь ассоциации смузиста в России, мира? Кто-нибудь продвигает еще эту тему в России? Какие-то вот есть ли у вас? Может быть, интересовались, читали где-нибудь, еще кто-то есть? Ну, есть люди, в основном это приверженцы какого-то здорового питания, которые увлекаются смузи. Да, но в основном... У них все декор вон какой. Непростой. Да, у нас все в серферском стиле. Вот. Ассоциации смузиста нету, потому что я так подозреваю, что мы первые, кто это слово вообще начали использовать и ввели в оборот. Да, может быть, что-то такое создадим, просто пока ассоциация, возможно, будет состоять из двух человек, поэтому... Нет, ну уже больше. Ну, да, уже больше. Я люблю пить, я тоже люблю смузи делать. Но видите, друзья, абсолютно все здоровые. Замороженные ягодки, зелененькая там мята, по-моему, лежит. Или что там, киви? Не видно издалека. Да, листья мяты, да, для разнообразия мы пробовали, опять-таки экспериментировали с разными вкусами, но их мы бросали сверху для украшения. А что категорически нельзя смешивать, вот если человек решил приготовить? Молоко с соком? Нежелательно? Нет, все можно смешивать. Да, тут дело другое. Как бы есть эстетическая составляющая. То есть, если вы смешаете зеленое с красным, как обычная смесь цветов, получится коричневое. Да, будет весело. Ну да, на любителя. А остальное, в принципе, дел вкуса. Если что-то хочется попробовать, ну, стоит смешать. Я в свое время попробовала в одном из ресторанов Ниссамары смузи с хурмой, апельсиновым соком, банан, по-моему, там было что-то еще. Это был невероятный вкус. А как раз закончился сезон хурмы. Вот нет хурмы сейчас, а хочется смузи. Вот что делать? Может быть, что-то посоветовать, какой-нибудь вкусный заменитель хурмы, сезонные фрукты? Вы сейчас используете, как бы, черешню будете использовать? Вообще, из черешни делают смузи? Ну, у нас смузи, ну, практически, как елка. То есть, и зимой, и летом у нас смузи одного вкуса. Да, то есть, мы это сделали потому, что, ну, во-первых, стремимся к постоянству качества и вкуса. Ну, присты люди выбрали, что знают. Да, чтобы они всегда знали, что, ну, вот, как они выберут смузи, и когда бы, и где бы они его не купили, он был бы того вкуса, которого они хотят, к которому они привыкли. Вот. И, ну, что мы используем? Мы используем, как Артем говорил, сладкий спелый банан. Это обязательно, это основа всех наших смузи на этот момент. И это замороженные ягоды, ну, и сок или молоко. Вот. Замороженные ягоды, потому что они доступны зимой и летом. И плюс, если применяется метод шоковой заморозки, ну, такие ягоды мы покупаем, в них сохраняется до 90% всех полезных способов. Вот так, друзья мои, практически рецепт готов. Быстро время прилетело. Вам вкусной жизни. Всем спасибо, что были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова